Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы поговорим с вами о взимании таможенных платежей при перемещении товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза. Система таможенных платежей сложна и отчасти это объясняется тем, что в ряде вопросов, таких как взыскание таможенных платежей, возвраты, обеспечение и исполнение обязанностей по уплате таможенных платежей, регулирование осуществляется не только в соответствии с наднациональным законодательством, но и с теми сферами законодательства, которые остаются за рамками гармонизации и унификации. Это может быть законодательство о банках и банковской деятельности, об исполнительном производстве, гражданское законодательство и так далее. Поэтому об этих аспектах мы сегодня говорить не будем. Остановимся только на базовых принципах применения таможенных платежей. Вы узнаете, какие виды таможенных платежей взимаются при перемещении товаров, какова база для исчисления этих платежей, какие применяются ставки, ну и некоторые другие нюансы связаны с применением системы таможенных платежей в Евразийском экономическом союзе. Но прежде я сделаю две оговорки. Система взимания платежей в отношении товаров, перемещаемых физическими лицами для личного пользования в так называемом неторговом обороте, существенно отличается от взимания платежей в торговом обороте. И об этих аспектах мы сегодня тоже с вами говорить не будем. И второй момент. Несмотря на то, что мы говорим о товарах, перемещаемых через таможенную границу, в ряде случаев в соответствии с действующим законодательством взиманию будут подлежать таможенные платежи и в отношении некоторых товаров, произведенных в Евразийском экономическом союзе. Это могут быть, например, товары, образовавшиеся в результате переработки иностранных товаров в рамках процедуры переработки на таможенные территории или в рамках процедуры переработки для внутреннего потребления. Это могут быть товары, образовавшиеся в свободных экономических зонах или на свободных складах. Но обо всем по порядку. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, вступивший в силу в 2018 году, устанавливает в качестве таможенных платежей вывозную таможенную пошлину, ввозную таможенную пошлину, акциз и налог на добавленную стоимость, взимаемые при ввозе товаров и таможенные сборы. Я не упоминаю в этом списке специальные антидемпинговые компенсационные пошлины. В ряде случаев они тоже будут подлежать уплате, но они не относятся к таможенным платежам, несмотря на то, что правила их взимания во многом похожи на правила взимания ввозной таможенной пошлины, но при этом имеют весьма существенные особенности, обусловленные природой вот этих защитных пошлин. Особняком в этом ряду списки таможенных платежей стоят и таможенные сборы, поскольку они взимаются не в отношении товаров, а за совершение таможенными органами действий, связанных с совершением таможенных операций, с совершением действий, связанных с хранением товаров на складах, принадлежащих таможенным органам, ну и за совершением некоторых иных действий, которые осуществляются таможенными органами в соответствии с законодательством. Конкретный перечень таможенных сборов устанавливается национальным законодательством, это могут быть таможенные сборы за таможенное декларирование, таможенные сборы за таможенное сопровождение, эти два вида предусмотрены непосредственно таможенным кодексом, ну а все остальные таможенные сборы, например, за выдачу предварительных решений или за хранение товаров на складах таможенного органа, уже устанавливается с законодательством, равно как и все правила применения этих сборов, кто уплачивает, по каким ставкам, какие освобождения применяются, все это устанавливается национальным законодательством. Вывозная таможенная пошлина – это обязательный платеж, который взимается, как это следует из названия платежа, при вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Ставки, льготы, база для исчисления вывозной пошлины – все это устанавливается национальным законодательством, и вот сегодня перечень товаров и ставки в отношении вывозной пошлины в отношении этих товаров Устанавливаются, например, в Республике Беларусь указом президента, в Российской Федерации и в Кыргызской Республике постановлениями правительства, в Казахстане – это приказы Министерства национальной экономики. Следующий вид платежа, о котором следует сказать – это налог на добавленную стоимость и акцизы. Это те платежи, которые также устанавливаются в соответствии с национальным законодательством, ставки, особенности некоторые применения. Так, сегодня в Республике Беларусь и в Российской Федерации существуют две ставки налога на добавленную стоимость – 20% и 10%. В Кыргызстане и Республике Казахстан одна ставка – 12% и в Республике Армения тоже одна ставка налога на добавленную стоимость – 20%. Все возможные льготы также устанавливаются национальным законодательством этих государств. Как правило, это налоговые кодексы государств-членов Евразийского экономического союза. Перечень подакцизных товаров, соответственно, и ставки акцизов также в наших государствах существенно различаются. Как правило, во всех странах к подакцизным товарам относятся спирт, спиртосодержащая алкогольная продукция, автомобили. В некоторых странах относятся к подакцизным товарам, например, мотоциклы с большим объемом двигателя. В некоторых странах нефти, нефтепродукты. То есть перечень этот существенно различается. Это те виды налогов, которые устанавливаются для того, чтобы создать условия для возмещения тех затрат, которые государство может понести от использования этих товаров. Ну а налог на добавленную стоимость устанавливается и применяется с тем, чтобы создать равные налоговые условия для товаров, ввезенных на территорию союза и товаров, которые произведены в государствах-членах Евразийского экономического союза. Ну а если мы будем говорить с вами о ввозной таможенной пошлине, то это как раз тот вид платежа, который в наибольшей степени унифицирован в Евразийском экономическом союзе, поскольку ввозная таможенная пошлина, являясь платежом, уплачиваемым в обязательном порядке при ввозе товаров на таможенную территорию союза, и является инструментом применения таможенно-тарифного регулирования, которое, как вы знаете, призвано посредством применения экономических мер влиять на соотношение экспорта и импорта товаров, осуществлять защиту национальных производств, и применяются такие меры таможенно-тарифного регулирования посредством ввозной таможенной пошлины, применение единых ставок таможенных пошлин, посредством применения тарифных льгот и тарифных квот. Ставки ввозных таможенных пошлин установлены единым таможенным тарифом, они являются едиными, не подлежат изменению в зависимости от лиц, перемещающих товаров, в зависимости от видов сделок и иных обстоятельств. Вместе с тем, в настоящее время в Евразийском экономическом союзе есть ряд ситуаций, когда при ввозе товаров применяются ставки, отличные от ЕТТ. 42-я статья договора о Евразийском экономическом союзе допускает применение ввозных таможенных пошлин, отличных от ставок ЕТТ, тем государствам, которые присоединились к Евразийскому экономическому союзу. На сегодняшний день Республика Армения и Кыргызская республика в соответствии с международными договорами о присоединении этих государств к Евразийскому экономическому союзу имеют право применять ставки, отличные от ставок, установленных единым таможенным тарифом. Соответствующие обязательства были предусмотрены для этих государств, переходные положения наперед от 1 до 5 лет для Кыргызстана и наперед от 1 до 7 лет для Республики Армения. Функционирование союза в рамках многосторонней торговой системы также стало поводом для того, чтобы применять ставки, отличные от ЕТТ, в соответствии с Бурабайским протоколом, так называемым Бурабайским протоколом. Это протокол, который был заключен государствами-членами Евразийского экономического союза в связи с присоединением Республики Казахстан к Всемирной торговой организации. Этим протоколом предусматривается поэтапное снижение ставок ввозных таможенных пошлин в отношении достаточно большого количества товаров, ввозимых в Республику Казахстан. И вот это применение пошлин обусловлено теми обязательствами, которые Казахстан взял на себя при присоединении к Всемирной торговой организации. С тем, чтобы не создать негативных последствий для экономик других стран, Бурабайский протокол предусматривает невозможность вывоза в другие государства-члены Евразийского экономического союза тех товаров, которые были введены в Казахстан по вот таким сниженным ставкам, то есть товаров изъятий. Ставки, которые установлены в едином таможенном тарифе. Напомню, что единый таможенный тариф – это свод ставок ввозных таможенных пошлин, систематизированных в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности. В ЕТТ установлены ставки трех видов. Это могут быть ставки адвалорные в процентах, комбинированные, которые сочетают два вида – специфические и адвалорные. И специфические ставки – это ставки пошлин, установленные от количества товаров. Сейчас справа вы видите пример специфической ставки и пример комбинированной ставки ввозной таможенной пошлины. Чтобы применить ставку ввозной таможенной пошлины, чтобы ее правильно определить, нужно классифицировать товар. Как я уже сказала, ЕТТ устанавливает ставки ввозных таможенных пошлин в привязке к коду товара в соответствии с товарной номенклатурой. Хотя товарная номенклатура используется и для других целей, например, для определения и установления ставок ввозных пошлин, налогов, в актах, которые устанавливают нетарифные меры, меры защиты внутреннего рынка и так далее. Но для того, чтобы определить правильно применяемую ставку, в первую очередь нужно правильно классифицировать товар. Вместе с тем, например, для определения правильной ставки налога на добавленную стоимость зачастую нужно знать иные характеристики товаров, не учитываемые в товарной номенклатуре. Ну, например, абсолютно одинаково классифицируемые товары, например, одежда или обувь, имеющие разный размерный ряд, будут облагаться налогом на добавленную стоимость по разным ставкам. Детские товары по ставке 10%, а товары взрослого размерного ряда по ставке 20%. Для того, чтобы правильно классифицировать товары, товарная номенклатура содержит в себе 6 основных правил интерпретации ТНВЭД, которые применяются последовательно, и только это последовательное и правильное применение правил может привести к правильной и однозначной классификации товаров. Для того, чтобы правильно классифицировать товары, нужно знать правильное точное наименование товаров, его характеристики, зачастую назначение товаров, из чего изготовлен этот товар, а бывают случаи, когда и процесс изготовления имеет существенное значение. Институт классификации товаров очень сложный. Появляются новые товары, появляются, есть сложные товары, которые действительно вызывают затруднения в правильном применении основных правил интерпретации ТНВЭД и в правильной классификации товаров. Для того, чтобы упростить решение вопросов с классификацией товаров, таможенный кодекс Евразийского экономического союза содержит определенные механизмы, способствующие этому. В частности, кодекс предусматривает и принятие предварительных решений о классификации таможенными органами, и решение о классификации отдельных видов товаров, которые принимаются также таможенными органами, решение о классификации товаров, которые перемещаются в несобранном, разобранном виде. А для того, чтобы обеспечить единообразное применение товарной номенклатуры в Евразийском экономическом союзе на всем его пространстве, предусмотрен механизм принятия решений и разъяснения классификации товаров комиссии Евразийского экономического союза. Такие решения принимаются, как правило, если в странах по тем или иным причинам складываются разные подходы классификации одних и тех же или очень схожих товаров. Принимаются такие решения по инициативе таможенных органов или по инициативе комиссии, которая видит различную практику в деятельности таможенных органов или субъектов хозяйственной деятельности. Второй момент, от которого будет существенным образом зависеть размер подлежащих уплате таможенных платежей, это происхождение товаров. Происхождение товаров это принадлежность товара к той стране, где товар был полностью произведен, либо подвергнут достаточной переработке. Иногда для определения происхождения мы пользуемся такими категориями, как регион, таможенный союз, часть страны, отдельные территории, в зависимости от того, для каких целей определяется происхождение товаров. Происхождение товаров условно можно разделить на два типа. В первую очередь это преференциальное происхождение товаров. Если товар отвечает соответствующим правилам определения вот такого преференциального происхождения, то может претендовать на применение тарифных преференций. Тарифные преференции применяются в торговле с теми странами, с которыми заключены соглашения о зоне свободной торговли. И применяются тарифные преференции в отношении товаров, происходящих из наименее развитых и развивающихся стран. Соглашение Союза с третьими странами о свободной торговле на сегодняшний день действует уже в торговле с Вьетнамом и с Ираном. К слову сказать, с Ираном заключено пока временное соглашение, но оно уже активно применяется. Подписаны и ждут своего вступления в силу после проведения всех необходимых ратификационных процедур соглашения с Сингапуром и Сербием. Сербии, и к слову сказать, Сербии будет действовать единый торговый режим на всем пространстве Евразийского экономического союза. А сейчас страны Россия, Белоруссия и Казахстан применяют соответствующие преференции на основании ранее заключенных двусторонних соглашений. До вступления в силу большого соглашения на все пять стран эти двусторонние соглашения продолжают применяться. Так же, как и продолжают применяться те соглашения, участницами которых являются все государства, члены Евразийского экономического союза. В первую очередь, это, конечно, соглашения, заключенные в рамках СНГ. Товары, перемещаемые в рамках этого соглашения, также могут претендовать на применение тарифных преференций. Есть еще некоторые иные двусторонние соглашения, которые в странах продолжают применяться до унификации соответствующих торговых режимов, ну или до прекращения действия соответствующих двусторонних международных соглашений. Что должно быть предоставлено для подтверждения возможности применения тарифной преференции, какие документы, ну и условия применения тарифных преференций, содержится в соответствующих правилах определения происхождения товаров, которые по тем преференциям, которые применяются в рамках режима свободной торговли, определяются соответствующими международными договорами, ну а в отношении товаров, происходящих из развивающихся и наименее развитых стран, определены решением Совета Евразийской экономической комиссии. Как правило, для подтверждения происхождения товаров требуется предоставить сертификат о происхождении товаров, установленные формы, причем это для разных соглашений будут разные сертификаты, ну а для низко стоимостных товаров в соответствующих правилах предусмотрена возможность предоставления в подтверждение происхождения декларации о происхождении товаров. Это заявление изготовителя или экспортера товаров, сделанное в соответствующих коммерческих документах. Ну а второй тип происхождения, о котором особенно в последнее время мы часто говорим, это непреференциальное происхождение. Оно становится интересным, когда мы говорим о таких аспектах, как применение защитных мер, применение мер таможенно-тарифного регулирования иных, чем тарифные преференции, это могут быть тарифные льготы или тарифные квоты. Для ведения статистики внешней торговли также используется непреференциальное происхождение товаров. Так вот, непреференциальное происхождение товаров определяется по тем правилам, которые установлены решением Совета. Сегодня это 49-е решение Совета Евразийской экономической комиссии. После того, как мы определили размер ставки в едином таможенном тарифе, после того, как мы решили вопрос о возможности или невозможности применения тарифной преференции, а тарифная преференция предусматривает либо снижение ставки ввозной таможенной пошлины, либо неприменение этой ставки ввозной таможенной пошлины, мы должны с вами определить базу для исчисления соответствующего платежа. База для исчисления вывозных таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость акцизов определяются в соответствии с национальным законодательством, а база для исчисления ввозных таможенных пошлин, как правило, следует из той ставки, из вида ставки, которая установлена ввозная таможенная пошлина. Это может быть либо таможенная стоимость товаров, либо соответствующее количество товаров. Хотя зачастую таможенная стоимость товаров нужна будет нам с вами и для определения базы для исчисления налога на добавленную стоимость, которая, как правило, определяется как таможенная стоимость, увеличенная на размер подлежащей уплате ввозной таможенной пошлины и акциза. Что такое таможенная стоимость? Таможенная стоимость – это та характеристика, которая в первую очередь оценивается как база для исчисления ввозной таможенной пошлины. Определяется таможенная стоимость по правилам, которые определены пятой главой Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, которая предусматривает шесть методов определения таможенной стоимости. Вы их можете видеть на экране. Методы определения таможенной стоимости базируются на тех нормах и правилах, которые определены седьмой статьей Генерального соглашения по тарифам и торговле, и на тех правилах, которые описаны в соглашении о применении седьмой статьи ГАД. То есть эти правила являются общеприменимыми, это международная практика. Эти правила не могут отличаться в зависимости от лиц, перемещающих товар, в зависимости от особенностей перемещения товаров, их происхождения и других характеристик. Ну и даже после того, как мы определили с вами размер ставки, базу для исчисления платежей, на этом определение подлежащих уплате сумм таможенных пошлин, налогов не завершается, потому что в отношении тех или иных товаров могут применяться льготы по уплате таможенных платежей. Льготы по уплате вывозных пошлин и налогов, не буду оригинально, устанавливаются национальным законодательством. А вот льготы по уплате ввозной таможенной пошлины являются едиными, они установлены в соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе. Ну и условно я бы разделила все эти льготы, которые могут применяться по уплате ввозной пошлины, так называемые тарифные льготы, на четыре большие группы. Первая группа это базовые льготы, которые применяются во всех странах давным-давно и весьма активно. Они зафиксированы в договоре о Евразийском экономическом союзе. Это такие льготы, как гуманитарная и техническая помощь, наличная валюта, товары, которые ввозятся в качестве вклада иностранных инвесторов в уставный складочный капитал организаций, с иностранными инвестициями, некоторые другие. Вторая группа льгот установлена пунктом 7 решения еще комиссии таможенного союза номер 130. Это решение было принято в рамках формирования правовой базы таможенного союза и продолжает действовать на сегодняшний день. Сегодня перечень тарифных льгот, поименованных в 130 решении, содержит в себе больше 20 категорий товаров. Как правило, это товары, которые необходимы государством для поддержания тех или иных отраслей промышленности, для создания каких-то крупных объектов, например, атомные электростанции в Белоруссии, для проведения крупных мероприятий, таких как Олимпиада или Чемпионат мира по хоккею, Азиатские игры и так далее. То есть они имеют зачастую ограниченный во времени характер, могут быть в этом решении поименованные льготы, которые применяются только в одном или в нескольких государствах-членах Евразийского экономического союза. Третья категория льгот – это те льготы, которые установлены и применяются в Российской Федерации, и в Республике Беларусь, и в Республике Казахстан на основании международных договоров, которые заключены были этими странами в двустороннем формате с третьими странами до 1 января 2010 года. Об этом страны договорились еще в период формирования Таможенного союза, и соответствующие льготы, предусмотренные этими международными договорами, будут продолжать действовать либо до их унификации, либо до прекращения действия соответствующих международных договоров. Ну и четвертая группа тарифных льгот, которые применяются в Союзе, а если быть точнее, то все-таки применяются в Республике Армении и в Кыргызской Республике, это тарифные льготы, о которых страны договорились при заключении соответствующих международных договоров о вступлении этих стран в Евразийский экономический союз. Часть этих льгот поименована непосредственно в договорах о присоединении, ну и плюс допускается применение тарифных льгот на основании международных договоров, заключенных этими странами до 1 января 2015 года, и допускается применение этих льгот, опять же, до прекращения действия соответствующих международных договоров, либо до унификации правил в рамках уже Евразийского экономического союза. Ну и еще один аспект, который несомненно будет влиять на определение размера подлежащих уплате таможенных платежей, это та таможенная процедура, под которую помещаются товары. Лицо вправе самостоятельно выбрать такую таможенную процедуру при соблюдении условий, установленных таможенным кодексом Евразийского экономического союза. Если мы говорим о вывозимых товарах, то здесь только одна таможенная процедура в качестве условия содержит уплату вывозных таможенных пошлин. Для вывозимых товаров таких таможенных процедур три – это выпуск для внутреннего потребления, переработка для внутреннего потребления и временный ввоз. Причем при помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления будут подлежать уплате ввозная таможенная пошлина, акцизы, если они установлены, налог на добавленную стоимость. Мы помним, что с оговорками, если не установлены льготы по уплате соответствующих таможенных платежей, и здесь мы соответствующие ставки будем применять к тем товарам, которые ввозятся на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Особенность будет установлена для тех случаев, когда под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления помещаются товары, изготовленные в Евразийском экономическом союзе. В самом начале я упоминала о таких товарах. Если товары изготовлены в рамках применения процедуры переработки на таможенной территории, то мы будем с вами применять соответствующие ставки не к продуктам переработки, а к тем иностранным товарам, которые ввозились и использовались для получения наших с вами продуктов переработки. Процедура переработки для внутреннего потребления предусматривает уплату только акцизов и налога на добавленную стоимость, а ввозная пошлина будет подлежать уплате, когда изготовленные продукты переработки будут помещаться под процедуру выпуска для внутреннего потребления. Процедура временного ввоза предусматривает уплату так называемых периодических платежей, которые определяются как 3% от той суммы таможенных пошлин налогов, которые подлежали бы уплате, если бы товары помещались под процедуру выпуска для внутреннего потребления. Говоря о процедуре временного ввоза, нужно сказать, что здесь могут применяться еще некоторые иные освобождения. Они не относятся ни к тарифным льготам, ни к льготам по уплате налогов. Это те категории товаров, которые допускается использовать на таможенной территории Евразийского экономического союза без уплаты таможенных платежей. Контейнеры, многооборотная тара, товары, которые ввозятся для выставок, ярмарок, рекламные материалы, товары, которые ввозятся с средствами массовой информации, профессиональное оборудование и так далее. Список достаточно большой. Этот перечень товаров, которые могут использоваться на таможенной территории Союза временно, без уплаты таможенных платежей, определен 109-м решением Совета Евразийской экономической комиссии и 331-м решением Комиссии Таможенного союза. Ну и в завершение еще два весьма важных момента. Несмотря на то, что мы достаточно часто говорили с вами о том, что по некоторым видам таможенных платежей и ставки, и база, и льготы определяются национальным законодательством, и фактически у нас унифицированы правила применения только ввозной таможенной пошлины. Вместе с тем некоторые базовые вещи, которые установлены Таможенным кодексом в контексте применения таможенных процедур, являются едиными. Такими моментами являются вопросы определения, когда возникает обязанность по уплате таможенных платежей. Как правило, она возникает с момента регистрации и декларации на товары. Есть некоторые особенности, которые могут быть обусловлены, ну, например, выпуском товаров до подачи декларации на товары. Второй унифицированный момент – это когда прекращается такая обязанность по уплате таможенных платежей. При помещении под таможенные процедуры, которые предусматривают уплату таможенных платежей, эта обязанность будет прекращаться, как правило, с уплатой таможенных платежей. Ну, а если мы говорим о таможенных процедурах, которые не предусматривают уплату таможенных платежей, соответствующая обязанность будет прекращаться завершением действия таможенной процедуры. Кодекс устанавливает четкие сроки уплаты таможенных платежей. Как правило, таможенные платежи должны быть уплачены до выпуска товаров. А некоторые особенности могут быть обусловлены либо предоставлением отсрочки или рассрочки уплаты таможенных платежей, либо, например, такими особенностями, как выпуск товаров до подачи декларации на товары. Таким образом, базовые вопросы, которые влияют на допуск товаров на общий рынок и на совершение таможенных операций таможенными органами, они унифицированы и все они определены в Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, тем самым обеспечивая единое регулирование вопросов в рамках Евразийского экономического союза. Спасибо.